Процесс балансировки камней – это особый вид искусства. Необходимо следить за тем, чтобы у конструкции сохранялось равновесие. В этом вам поможет терпение, ведь получиться может не с первого раза, ну а со всем остальным поможет гравитация. Брошенные еще со времен берега укрепления валуны превратились в необычный сад. Огромные камни становятся композициями и создают иллюзию невесомости. Александр Избан строит свою инсталляцию на Одесском пляже, неподалеку от затонувшего танкера Делфи. Автор считает себя не столько скульптором, сколько вольным каменщиком. Что же вдохновило его на организацию столь необычного пространства? Вы знаете, это природный зов и подарок Одессе и приезжим к городу. Это руководило мной для присоздания этого сада камня. В процессе поиска идеальной точки равновесия нужно полностью освободить мысли от всего лишнего и попытаться сосредоточиться на этом. В конкретном моменте – здесь и сейчас. Александр выбирает место для будущей конструкции и постепенно начинает собирать очередной баланс. Конечно, на долговечность таких скульптур рассчитывать нельзя. Всего один порыв ветра может опрокинуть и без того на вид хрупкую конструкцию. Однако находятся и желающие разрушить сад. Наблюдатели испытывают противоречивые чувства. Кто-то с восхищением смотрит на инсталляцию, а кто-то даже с осуждением. Раза три уже собирал с основания. Но если этим людям поможет разрушение в каком-то личностном росте, я еще раз здесь и соберу. По словам Александра, работа создавалась по эскизам, а на техническое исполнение ушло два с половиной месяца. Одессит трудится на пляже при любых погодных условиях, будь то палящее солнце, дождь или сильный ветер. Рассказывает, что выбрал это место не случайно. Здесь на трассе здоровья прошли его детство и юность. А со временем тяга к природе и свободной мысли переросли в увлечение восточными практиками, балансом и равновесием. Это всего лишь обратить внимание одесситов, одесских властей, наверное, что у нас есть прекрасные места. Если их должным образом облагородить и запустить туда нормальных людей, то, вы знаете, у нас Одесса всегда славилась красивыми местами, талантливыми людьми. Я думаю, что пора возвращать эту славу, которая была когда-то потеряна. Автор инсталляции говорит, фигуры повторяют эффект человеческого позвоночника. Такая конструкция может согнуться, но не рухнуть, если баланс полностью соблюден. Здесь не обойтись без концентрации и твердости рук. Камни появляются там, где идет перекос природного равновесия, рассуждает Александр. И уже через несколько секунд большой кусок породы внезапно превращается в пушинку. Одессит не ставит перед собой задачу поскорее завершить работу, а наоборот, готов ухаживать за своим каменным садом до тех пор, пока не иссякнут силы и вдохновение. Татьяна Бурумбей, Константин Нечерет, телеканал Репортер.